Всем привет! И с вами команда «Научим онлайн». В рамках тематической недели музыки в фестивале общекультурных компетенций хочется познакомить вас с такой профессией, как профессия звукорежиссера, а также показать в моменте процесс записи на звукозаписывающей студии. И для этого мы пришли в очень классное место. Первое и единственное в России музыкальное учебное заведение, основанное на базе высокопрофессиональной студии звукозаписи. Именно здесь студенты делят сцену и студии с известными артистами российского и зарубежного шоу-бизнеса. А основатель этой замечательной студии, композитор, продюсер, общественный деятель и заслуженный артист России, впрочем, его достижения говорят сами за себя. Сегодня мы отправимся в гости на студию, академию Игоря Матвиенко «Мама». И сейчас мы будем брать интервью у очень классного человека. А у какого сейчас вы узнаете? Нет, раз-раз. Все есть, да? Нет, все есть. Ну, нормально. Так, тогда пойдемте? Да. Звукорежиссер очень широкая вообще, ну, достаточно широкая, как бы, если кто такой. Ну, коротко не скажешь. Ну, в принципе, звукорежиссер тот, который помогает музыкантам зафиксировать их музыку. Может быть так, я не знаю, скорее всего. Он помогает зафиксировать их творчество с техническими средствами. Вот. Наверное, так. Ну, и плюс, потому что профессии звукорежиссера вообще разновидностей, ну, не плохое слово, разновидностей, наверное, звукорежиссура достаточно много. Если даже взять по стандарту, учебному стандарту, их несколько. Это звукорежиссура в кино, звукорежиссура музыкальная, звукорежиссура концертно-театральная и так далее. И внутри еще есть много-много ответвлений звукорежиссур. В принципе, даже в некоторых случаях отличается достаточно кардинально. То есть, единым словом, кто такой звукорежиссер, сложно. Да-да-да-да-да. Два такта до этого аккорда. Аккорд следующий, так, переход. Давай. Да нет, а зачем ты так набросился на аккорд первый? Все равно невозможно всю музыку правильно уметь записывать, ну, хорошо уметь записывать. Вот у меня сложилось так, что я какой-то там начинал с поп-рок-музыки, так вот, с Мосфильма и с поп-рок-музыки. И больше опыта там, например, в рок-музыке, в поп-рок-музыке. И поскольку я работал на Мосфильме, и оркестровая музыка. Вот. Ну, а так вообще, конечно, лучше выбирать, ну, например, если кто-то хорошо работает с рэпом, есть же вот сейчас молодые звукорежиссеры, которые работают с рэп-музыкой или с поп-музыкой. Вообще такие специфики, специфика с работы с той музыкой, с этой или с этой. Ну, если в поп-рок-музыке или в вашем случае, то это нужно хорошо, ну, и грамотно, правильно, правильно уметь записывать акустические инструменты и коллективы. Давайте вот, что я придумал. Значит, еще раз мы играем и поем. Хорошо. Под метроном. И там, ну, там сколько-то там ровную, наверное, паузу какую-то. Здесь можно, кстати, там какой-то эффект наложить, сделать наложение эффекта, какой-то спецэффект на это место. Как пришел, ой, это давно, если начинать совсем, как там, когда в школе ходил в радиокружок. Вот оттуда, наверное. В радиокружок интересно было я, мы делали радиоприемники и радиотехникой увлекался. Потом, потом, неожиданно, в общем, рабочая деятельность начала, началась у меня на телевизионном заводе «Рубин», нынешняя горбушка на Багратеновской. Вот, она началась у меня как бы с того, что просто именно по тому, что интересна была радиотехника. Я пришел, конечно же, меня просто знакомый привел, ой, на «Рубин», телевизионный завод, мне интересно, радиотехника. Вот, но параллельно еще с этим я, ну, мне интересно было все со звуком, и я в сельском клубе, была, была, была группа в сельском клубе, и я там как бы им помогал вот со звуком. Когда уже начал работать, когда уже там даже, даже не я сам, мне помогал мой там знакомый, изготовили, в общем, пульт для этого, да, был самостоятельно сделан пульт. И вот эта сельская группа по клубам и по свадьбам, мы ездили и музицировали. Вот, а я помогал, у меня был звук и даже два фонарика света было. Ну, вот так. С этого началось, и потом, когда уже на «Рубине» начал работать в обычном, там, я работал в этой, господи, лаборатории, где создавали новые модели телевизоров. Можно там, наверное, и в таком писатель режиме. А, тогда, тогда это нехорошо. Сейчас, сейчас, да, да. Вот, и там, потом мне это как бы, ну, так, не очень, а поскольку я все равно что-то около музыкальное было, в самодеятельной группе работал, и на «Рубине», на телевизионном заводе, как раз, ну, как в то времена, в советские времена, были обязательными, радио, заводское радио, в котором даже была, даже была, была редакция. Ну, мы ходили, интервью записывали, там, о этих передовиках производства и такие вещи. У меня даже была студия с магнитофонами и с записыванием интервью, готовили передачи. Я также еще в рабочий полдень там, когда просто музыку, как диджей, ставил, и она крутилась на весь завод. С этого началось, потом я уже учился я в институте, ну, связанном тоже с, с, с радиотехникой. Вот, и потом мне, а все, интерес все больше и больше был, как бы, вот к звукорежиссуре, поскольку уже и вдруг и работал на радиовещании заводском. И потом неожиданно узнал, что есть институт, который обучает звукорежиссуре, ну, даже не звукорежиссуре, тогда и такого названия так не было в то время. Ну, как бы, вот, с работы со звуком. Это Ленинградский институт киноинженеров. Вот, и я думаю, да, как я переведусь из того в этот. Вот, я перевелся и неожиданно встретил моего приятеля, вот, который меня перетащил на Мосфильм. Вот, это, да, Василий Крачковский, это сын Крачковской Натальи, актрисы. Он, как раз у него папа был, звукооператором Мосфильма. И вот он меня перетащил на Мосфильм. Я начал работать уже на Мосфильме. Понятно, что это текста много, но можно это обыграть, кстати. Я даже знаю, не обязательно петь сейчас припев. А, это, блин, текстовая опять. Черт. То есть, это как бы история продолжается. Как раз я попал под все это время. Это реконструкция, новая студия, вдруг открывается новая студия Мосфильма. Вот, и там так сделали, что сначала была универсальна, потом сделали оркестровую отдельно студию и поп, такую маленькую студию отдельно. Вот. Ну, и вот с этого все и началось. Это начало 90-х. И как раз к нам пошли все, вот все первые альбомы, всех поп-рокеров наших начинают, ну, я не знаю, ваше поколение знает группу «Свинцовый туман», например, в начало 90-х. Вряд ли знаете, с этого началось, но она была популярнее «Мумитролля», с которыми я дальше начинал работать. Ну, по сути, как бы, можно это оформлять так, по аранжировке. Ну, это вот такое, как у меня сразу в голову по то, что я услышал в песне. Слушай, слушай, дальше. Все будет в аранжировке сейчас, кстати. Припев. Сейчас, сейчас. Все будет, элементы все, что я услышал. Сейчас. Да, 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 офигенный. Это вообще, любимый мой, ну, один из любимых исполнителей. То, что музыку, то, что я могу слушать. Я же с музыкой плохо, со слушанием, в удовольствие. Вот вам вставка ваша. Ну, скрипка будет. Вообще-то, в большинстве случаев, это виолончель здесь, нежели, чем скрипка. Вот вставка ваша. Как бы, опять же, вот эта вставка инструментальная первая. Вообще, длинная композиция, ее можно... Чуть-чуть. Хорошо бы, конечно, виолончелистов, чтобы вот так дышал, когда играл. Но это такой у них... Вот у него же тоже история, как бы, рассказывает. Как у тебя длинная история, чтобы обыграть это, чтобы это не было, как бы, ну, такой, длинная колбаса, банальная. Все, уже, как бы, пошла другая. Он тоже рассказывает историю. Интересный случай. Да, интересных было много, на самом деле, случаев. Мне интересно же, профессиональные такие, ну, какие-то, да, вещи. Смешные. Есть, был смешной случай. Был один исполнитель, вообще неизвестный, он почему-то сам решил, что он будет петь. Много таких приходил, да и до сих пор приходит. Вот он решил, я хочу, я буду петь. Вот. И, ну, хорошо, пришел, пой. Долго к нам ходил, хороший был заказчик, денег много. Ну, то есть, много, как бы, было монетизации от него. Но интересный случай. Вот он пел, пел, значит, он поет, 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 поет. И вдруг неожиданный вопрос повращается. Говорит, можно я сделаю сальто? Я говорю, да. И он прямо перед микрофоном сальто сделал. Такое неожиданное. Ну, то есть, к чему, к чему вдруг. А так, не, ну, так всякого было. Интересного, много. Ну, мы сейчас сначала еще раз пойдем. Я, в принципе, все там, ну, так. Окей, поехали. Клик же вам не нужен. Гитара же достаточно. Да? Ну, вот сейчас кликом. Кликом? Да, да, да. Ух ты. Тогда на четвертой ручке у вас клик. Настраивайтесь. Четвертой. Угу. Угу. С концертного. Началось вообще, ну, вообще тогда началось, когда я вообще начал, я с концертами, с самодеятельностью работал, ну, так совсем неосознанно, естественно, все это было неосознанно. А потом к этому вернулось все, когда, ну, метроль пригласили, говорит, давайте, давай поедем в тур. А мне уже скучно стало на студии уже сидеть на стуле. А тут все-таки события. Давай поедем. Ну, поехали. 2002 год. С ними я работал как бы с тысячных, такие разовые концерты. Мне интересно было работать, концерты. Вот. И вот с 2002 как раз я поехал в тур уже с ними. Прямо полноценный рок-тур был, серьезный был тур, очень серьезный. Длинный. Охватывающий много республик. Мы и в России работали, и в Украине, и в Прибалтике и прямо до самого Нового года. Ну, и тур был, чем он интересен был, тур был вообще прямо настоящий рок-тур. То есть мы ездили на автобусе и возили с собой сценического оборудования много-много фур. Вот. Ну, вот, смотри, там, как зимний, сейчас. И хочется опять увидеть дивный сон, как выбегаешь утром летний двор, как зимний вечер у камин ты сидишь, как под дождем, а тени ночью ты не спишь, но солнце вновь зайдет за тучу и навсегда, это вот эта история видена. То есть вот здесь не хватает, не хватает одного куска. Это не хватает. А вот это? А вот это, смотри, там будет... Закончилось все образом вчера, да, 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 хорошо. Вот, смотри, на самом деле, гамма, ну, в смысле, тональности понятно какая. Да, все, все, все. Если ты хочешь что-то переиграть, вот, в принципе, не вопрос. Сейчас мы просто смотри, сначала до конца просто сделаем, чтобы у нас костяка был, и сейчас кусочком просто... Музыкальное образование очень приветствуется, конечно, оно помогает, будет помогать. Хотя, я же говорю, что есть два типа людей, пришедших в звукорежиссуру. Это технические люди, техники, которые пришли в звукорежиссуру, и музыканты, которые пришли в звукорежиссуру. То есть эти, как бы, как я, ну, со временем осваивают музыкальную грамоту или, ну, хотя бы, хотя бы понимание, да, музыкальной грамоты. И эти осваивают технику. Музыканты, которые уже имеют грамотность музыкальную, осваивают технику. Вот. Так что, ну, что они еще? Что еще? Ну, просто нужно образование. Получить образование, и у нас есть учебные заведения, причем разного типа, и государственные, и негосударственные. Любые. Просто прийти и получить образование. Ну, и как бы гореть, это интересовать. Да, это в любой профессии. Интересоваться, и тогда все должно получиться. Вот. Тогда вопрос, имя, фамилия солиста группы, с которой я начал работать в качестве звукорежиссера. Самостоятельно. В общем, думайте. В принципе, по-по-песням хорошая. Мне понравилось.